Сегодня говорим о дружбе, о друзьях, о друге на английском языке. И мне сразу вспоминается такая пословица, я еще помню ее со школьных времен. A friend in need is a friend indeed. Я вот на всю жизнь запомнила, один раз услышала в школе и до сих пор помню эту пословицу. Русский эквивалент друзья познаются в виде. A friend in need is a friend indeed. Когда мы говорим о друге, мы, наверное, имеем в виду человека, с которым мы хорошо ладим, с которым мы общаемся легко, непринужденно. Есть такие фразы в английском языке, фразовые глаголы, два. Можно их использовать, когда говорите о друге. Например, get along well with somebody или get on well with somebody. Например, когда вы рассказываете на английском языке о своем друге, можно сказать My friend and I, we get on well. Или my friend and I, we get along very well. Как часто вы встречаетесь с друзьями? Мне бы вот хотел встречаться чаще, чем мы это делаем сейчас, но уже хорошо. Мы ходим друг к другу в гости, мы гуляем, или можем просто сходить в кино. Либо съездить куда-то за город, например. Если вы давно не видели своих друзей, при встрече можно сказать Oh, long time no see. Что значит, как же мы давно не виделись. Бывает так, что друзьями не видитесь по полгода, например, да, но хочется встретиться и поговорить. Можно сказать Let's catch up. Let's catch up. То есть давай встретимся и поговорим, расскажем, что у друг друга произошло в жизни. Let's catch up. Если все-таки вы регулярно на связи, регулярно общаетесь, то это будет keep in touch. Да, можно сказать I keep in touch with my friends. То есть я постоянно с своими друзьями на связи. Несколько слов, которые можно использовать, когда вы проводите время с друзьями. Например, хорошая разговорная фраза Hang out with friends. Ее не стоит использовать в экзаменах, например, либо когда вы пишете какой-то письменный раздел экзамена. Лучше говорить просто Spend time with, например I love spending time with my friends. Но в разговорной речи можно использовать, например Oh, on Saturday I love to hang out with my friends, например. Еще полезное выражение Enjoy each other's company. Когда вы рассказываете о своих друзьях, можно сказать I enjoy my friends' company или we enjoy each other's company. Это значит, что мы хорошо проводим время, мы наслаждаемся обществом, компанией друг друга. По-английски сказать Хороший друг, лучший друг, лучшая подруга, близкая подруга можно использовать следующее выражение A close friend, best friend A true friend True friend – это значит настоящий друг Как вы считаете, кто такой друг? Это человек, с которым у нас много общего, с которым мы очень похожи, либо это тот человек, с которым мы очень разные, но в то же время мы друзья. Мне все-таки кажется, что друзья – это те люди, у которых много общего. По-английски можно сказать To have a lot in common Например, My friend and I, we have a lot in common Также есть полезная фраза Например, Мы похожи, как две капли воды Вот эквивалент этого выражения в английском языке Это We are like two peas in a pot Под – это вот такая зеленая штучка у гороха бывает, да? На доме гороха Мы, то есть, как две вот эти горошины В одном, что-то, стручок в стручке We are like two peas in a pot Я со своими друзьями, наверное, вот как We are like two peas in a pot Мы идем сегодня к друзьям на бранч Бранч – это что-то между завтраком и обедом Breakfast – завтрак, lunch – обед Поэтому соединили, получилось бранч Вот в 12 мы идем на бранч И, конечно, захотелось испечь из дачных яблок и сливы пирог Когда вас кто-то приглашает на завтрак, на обед, на ужин По-английски можно сказать Somebody invited me or us over for breakfast, brunch or lunch So our friends invited us over for brunch today Вамечательно просто понести с собой что-нибудь приготовленное дома Домашний пирог, например, со сливами По-английски можно сказать So I've decided to bring some pie with me You need to bring in some pie Сейчас осень, сезон яблок Яблоки свои Из дачи моего папы Сливы в магазин Сливы в магазин Субтитры подогнал «Симон»